всем привет так в предыдущие выходные ну и так перед этим пятницу я выступил в живом турнире мемориал игоря курносова забегая вперед выступил относительно неплохо хотя итоги первого дня были неимоверно печально играть шахматы надо безусловно чаще в первом туре давайте сегодня сделаем микро обзор первого дня первом туре я играл с молодой девушкой из фрагловской области с ладой фроловой и в защите грюнфельда то есть давайте сейчас я вам покажу как мне было хорошо после длительной дороги то есть я после в 15 часов выехал из тюмени в четверг и нет выехал из дома еще не из тюмени и где-то к девяти часам вечера приехал в челябинск заселился по дороге взял алексея михайловича безгодова в шадринске но дорога оказалась немножко утомительной итак в первом туре играю белыми был страшно доволен собой разыграл такой интересный вариант он очень сложный то есть белые хотят пойти d5 но не могут из заслон бьются 3 ладья c1 есть еще ход ладья b1 в этой позиции вот конь d7 про этот ход я знаю только то что как-то меня обыграл блогер евгений шувалов так сыграв хотя на мой взгляд вот не самый лучший вот позиция после так этот тринадцатый ход слона 6 до слон g7 король g7 слон е4 конь f6 она встретилась в нескольких партиях и в частности санан сюгиров против сергея лобанова играл здесь ферзь c2 и потихонечку вот это его партия выиграл ну правда начиской то есть у белых здесь не лучшая пешечная структура только что было чумно на б7 бить нельзя из-за ферзь f8 мат и у белых образовалась лишняя пешка в общем которую потихоньку удалось реализовать белым ясно что не без помощи противника объективно позиция ничейная я сыграл ферзь е3 ход достаточно интересный пожертвовал пешку на а2 и здесь черные могли конечно уравнять если сыграли точно но последовала ошибка ферзь c4 я так это и оценил как ошибку после конь d2 ферзь b5 можно было просто сыграть c4 и у белых перевес но и после ладья б1 ферзь d7 ферзь бьет c5 b6 железяка оценивает эту позицию как лучшую для белых совершенно не соображающий роман юрьевич не имевший достаточно практики сыграл здесь считал что здесь надо спасаться спасайся кто может и побежал в эш при то есть мое любимое оружие если я считаю что у меня чего что-то нехорошо надо перейти в эш при там играть попроще будет фигурной доски обычно слишком много за всеми уследить не всегда получается в окончаниях это делать как-то привычный вот железяка говорит что после ферзь е3 коль бьет d5 черные не остаются с лишней пешкой потеряют качество и что эту позицию спасти невозможно ну как как бы против железа наверное да объективно определенная компенсация у черных есть проходная пешка а7 но после ферзь c6 значит ферзь бьет c6 dc эта позиция у меня совершенно точно проигранная что после ладья c8 что после ладья fc8 впрочем аккуратная ладья b5 давала определенные надежды то есть это может еще не совсем программу столбик конечно же железнейший пешка проходная слон против коня вот я сыграл ладья d1 потеряв кучу темпов простейший ход ладья бьет c6 побеждает молниеносно пешка c3 висит пешка бежит ферзи то есть вроде отыграли на е5 но как держать пешку опять поддержанную ладью и при случае белопольных белопольным слоном вот совершенно непонятно я думаю позиция в доску безнадежно дальше было еще несколько забавных моментов в этой позиции вместо ладья бьет h7 и потом h4 движок оценивает что белая легко спасаются то есть взятие коня черными было грубой ошибкой я сыграл ладья е1 ну поставьте на паузу что ли найдите как-то черное легко побеждают сделали вот смотрите ладья c1 обычный ладейник пешка бежит пешка б тоже готова пойти вперед движок горит минус 4 но это я за доской не я него до этого не видели но мне достаточно было обнаружить что есть такой ход ладья c1 чтобы понять что конечно безнадежно последовал ладья c6 в этой позиции легко давала ничью f4 но подсознательно страшно ослаблять второй ряд короля я сыграл h4 позиция может и спасается но в больших муках обязательно было пойти здесь ладья b1 то есть вот такой неподъемный вариант на мой взгляд и это ничья потому что король g4 просто черных матуют либо с h7 либо на h3 вот ладья f3 вот поэтому черный король должен бежать в центр и он никуда не убегает как выясняется грозит ладья е1 шах потом ладья f7 вот и вроде как вот это ничья угрожает ладья d3 шах ясно что я этого не видел взял на е6 и сыграл h5 понятно что ход же аж заканчивал партию молниеносно черные пешки просто намного дальше продвинуты плюс ладья поддерживает пешку а то есть бить на h5 глупо хотя бы из-за король d6 вот а взятие на b6 ведет к тому что за пешку а придется отдать ладью а вот пешку аж сожрать уже не успели белая к счастью лада сыграла а4 и после 6 7 уже ничья то есть если сыграть а2 тоже 8 ферзь белые отнимают на 2 мощнейшая проходная пешка b обеспечивая черным равные шансы но после королев 7 ладья h8 обязательно играть ладья же 8 и после ладья h3 можно конечно сыграть а2 но ладья а3 тоже это ничья но ладья 8 ничья сразу вот так вот мне повезло в первом туре во втором туре было тоже достаточно забавно я играл на этот раз с ветераном шахматистом который намного старше меня он мне казался уже очень возрастным в 1987 году когда сыграл о по сыграл первую партию с ним так не то извините владимир коломенский из кургана вот да что я делаю это не та позиция у меня просто мои извинения уронил флаг первой же нашей партии с контролем полтора на 36 если мне не изменяет память на 35 году в лучшей позиции у него лучше для него позицию него упал флаг мне тогда было 14 лет он казался мне очень взрослым большим и сейчас кажется еще более большим то есть он реальный ветеран вот но в этой партии после первых ходов комментировать не буду популярный вариант каракана да я сыграл здесь конь b6 вообще может быть стоило по стандарту уйти конь f8 и после конь g3 я задумался надолго в общем после ходов коль d5 слон c1 я грубо аж гипса сыграл а5 правильно конечно же ладья b8 нацелить ладью напротив короля с идеей b4 и на c4 b3 и потом конь идет на b4 а поле a5 оно нужно для ферзе после ладья е1 пошли серьезнейшие затруднения и вот в этой позиции у у меня оставалось три минуты у моего противника 14 и были у меня все подвод серьезнейшие все основания считать что на этот раз я уроню флаг g6 не пойдешь там слон бьет g6 но к счастью нашлось вот нечто вот такое понятно что здесь и удары наши 6 надо считаться и просто он убежал и сыграл c4 вот здесь повезло что есть ход f5 белое конечно могли взять на f5 и на коле f6 вообще пожертвовать слона мне за доской казалось это неимоверно опасно слон g7 ходить надо потому что на слон е7 просто ладья бьет е7 слон ферзь бьет е7 слон бьет f6 а тут ферзь е4 есть ферзь е4 наверное не лучший для черных эшпиль будет слон на f6 мощнейший король выходит быстро но может быть есть вечный шаг о это я не досчитал кстати но за доской вот мне все мерещились вот всякие такие вещи владимир отошел ферзь f3 теперь если взять на c6 то после ладья c8 черная пешку отыграют наверняка и эта позиция у черных хуже на мое счастье мой противник соблазнился получением защищенной проходной и я не уверен что дальше на сто процентов точно восстановил все ходы но примерно вот так вот партия закончилась слоны в 6 и у белых упал флаг то есть одну полтора из двух все великолепно и третий в третьем туре молодой да что молодой ярослав тарасов из свердловской области я играю белыми партию вот о моей форме первый день лучше всего говорит то что после что я не смог восстановить партию полностью более того сейчас я вам покажу значит у нас был были тренинги по беноне против каталона и оттуда я вынес что вот здесь можно играть h3 но не буду здесь вдаваться в детальки важным моментом является то что после конь е4 партии глейзеров туник катавица 1991 год кстати евгений глейзеров стал лучшим среди ветеранов старше 60 лет после конь е4 перс е7 перс d2 слоны в 5 конь c3 граф как друзья называют евгения глейзерова получил огромный перевес выиграть партию не смог но только потому что вот в этой позиции соблазнился возвратом качество не в 6 конечно сильнее ладьи е8 в разы после ладья бьет е1 позиция черных безнадежно ферзь встает на c3 и там у черного короля колоссальные неприятности взятие на его 7 никуда не идет этот не уйдет конь в 6 белым конечно обеспечивает достаточно несложную победу там скажем пешка дошла даже 5 ферзь c3 и уже е6 или еда то есть король черных виду ослабленных черных полей очень быстро погибает ясно сыграл вместо кони е4 b3 такой вялый ход у белых остался микро плюсик то есть все еще стоило пойти конь е4 и ферзь d2 у черных есть тут масса неприятностей в 4 вообще пограживает при случае до 45 надо считаться вот но я сыграл по моему ладья е1 и дальше просто не помню вот честное слово что мы там творили я какие-то ходы для себя занес вот обыграл меня ярослав очень убедительно то есть я в какой-то момент посчитал варианты в котором главной идеей был переход в атаку на королевском фланге главная идея была вот и в процессе расчета вариантов я не заметил что зеваю мат в два хода после того как я отдал уже какие-то пески на королевском фланге открыл полностью своего короля поздно было искать спасение в общем ярослав реализовал очень убедительно молодец забегая вперед про второй день расскажу чуть попозже то есть скорее всего завтра в общем всем спасибо в первую очередь организатором такого замечательного соревнования об этом в заключительном ролике до свидания